Добрый день! Сегодня я покажу два кубика. Они идут в таких вот коробочках Z-Cube. Ну, очевидно, что это какие-то палатки неизвестного происхождения головоломки. Называется Mahjong Cube или Cube Mahjong Style 3х3. Это одинаковые почти кубики, но в разном исполнении. Коробочка интереса не вызывает, так как она от какого-то магазина, который под таким названием уже даже не существует. Извлекаем. Инструкций нет, но зато есть кубики. В чем их особенность? Здесь на каждой грани изображены какие-то символы. Mahjong – это игра на память. Открываются карточки, нужно запомнить, где одинаковые, тогда их можно перевернуть. Надеюсь, кто-то с ней знаком. Надеюсь, на каждой стороне, буду показывать на белом кубике, какие-то свои изображения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Если это по-китайски циферке, то очень на то похоже. Также здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 точки. Здесь почему-то все одинаковые изображения. Здесь тоже и здесь. А здесь вот такие вот. Это, видимо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Странная восьмерка, но остальные цифры вроде бы можно узнать. В чем отличие от двух версий? Ну, во-первых, здесь белый пластик, а здесь прозрачный. И на прозрачном видно хуже, поэтому я показывать буду, наверное, скорее всего, на белом. Но отличия у них даже в расцветке есть. Если мы сейчас их одинаково сориентируем. Вот зеленые грани. Так, вот уже отличаются. Так, ну давайте смотреть. С этой стороны одинаковые. С этой тоже. С этой тоже. А вот здесь на 180 градусов развернуты наклейки. Ну, не наклейки, это напечатано. Так что, вероятно, будет стираться. То есть здесь развернуто. Если посмотреть на остальные грани, то они одинаковы. Единственное, что удивительно. Здесь мы видим прямоугольники красные и зелененькие. Красные внутри зеленого. А здесь они такие же. Но как-то они сместились. Как будто их напечатали по отдельности. И немножко сбился фокус. Где-то здесь красные за пределы зеленого выходят. Здесь же все четко и ровно. Ну, такие вот отличия. Прозрачный пластик вращается помягче почему-то. Но собирать мы будем белый. Чтобы было лучше видно на видео. Эти кубики чем-то похожи уже на известный нам судоку куб. На гранях наклейки одинакового цвета. И циферки от 1 до 9. И есть еще кубик от мою. Называется дискуб. Ну, он сильно проще, чем судоку. То есть на каждой грани тут единички, тройки, двойки. Ну и остальные циферки. От 1 до 6. И они все разных цветов. То есть вот этот кубик от обычной трешки отличается только тем, что здесь нужно сориентировать центры. Причем не все, только те, которые эту ориентацию имеют. То есть 4, 5 и 1. Не важно в какой ориентации оставлять. А 3, 6 и 2. Ориентация важна. На судоку важна ориентация всех центров. Здесь же тоже. Ну, этот кубик ближе, наверное, все-таки к этому. Но так как здесь по картинкам можно ориентироваться. Несмотря на то, что здесь как бы есть цифры от 1 до 9. Ну, где-то есть, где-то нет. Три грани с одинаковыми картинками на каждом элементе. И три грани, где, ну, различные символы от 1 до 9. Собираются они, естественно, как кубик 3 на 3. И поэтому давайте приступим к перемешиванию и сборке. Проще, наверное, будет начать с какой-то, ну, простой грани. К примеру, вот такой. Ну, давайте перемешаем. Эти кубики я купил вместе с Питаминксом. Время прошло прилично. Но сейчас ситуация в мире непростая. Покупать новые головоломки не знаю, как и получится. Ну, если заказывать их из-за границы. У меня несколько посылок зависли. Где-то там потерялись. Их жду уже давно. Так что время от времени будут появляться видео про головоломки, которые я еще не показывал. Но они не прям так новинки. То есть это изобретено давно. И я хоть купил, может быть, в прошлом году. Но лежали они на складе, вероятно, очень долго. От снятого материала еще достаточно. Так что дважды в неделю видео пока будут выходить. Для тех, кто переживает, что закроется YouTube или как-то с ним будут проблемы. В описании под каждым видео есть ссылки на мои другие соцсети. В том числе и на Яндекс.Дзен, где копия канала присутствует. То есть все видео, что загружаются на YouTube, они есть и на Дзене. На Дзене даже чуть побольше. На Дзен площадка мне не очень нравится. Так что будет еще и Рутуб. Если YouTube прям совсем прикроют, ну посмотрим. Торопиться не будем. Пока я снимаю и дважды в неделю буду публиковать. Давайте начнем сборку. Вот центр, ну вот ребро. И вот это ребро уже даже своим центром совпадает, но не с этим. Центр развернем. Ну и сразу, наверное, давайте тот развернем. В такой ориентации. Здесь можно сразу центр развернуть, либо после того, как соберем крест. Кому как удобнее. Ищем еще. Вот такой вот есть. Можно сразу поставить в правильной ориентации. Так, вот этот. Вот я ориентацию не угадал. Можно завести наверх. Центр развернуть. И вернуть на место. Собрано. И еще вот это. Здесь, видимо, подойдет. То есть здесь на 180 градусов можно спокойно разворачивать. Ничего не поменяется. И крест собран. Да, и все совпадает по ориентации. Дальше собираем уголки. Я буду, наверное, собирать послойно. И в то и вам не очень удобно. Здесь такие точки и такие символы. Наденье у нас. Вот. И вот. То есть сюда нужно элемент поставить. Ну, это как будто белый цвет. Еще один. Похожий. Этот направлен вверх. Можно сделать просто крепив пафа. Становится еще. Этот и этот. Тоже можно сделать крепив пафа. Ага. Я не угадал. Вот эти вот похожи были. Но они другие. Здесь такие продолговатые. А здесь круглые. То есть вот этот элемент нужно сюда. Ну, самый простой способ достать элемент оттуда, где он быть не должен. Это поставить на это место нужный элемент. И он как раз вот здесь. Ставим. Все хорошо. Ну, и дособираем первый слой. Все красиво. Все совпадает. Три, шесть, девять. Все замечательно. Ну, это, наверное, тоже какие-то цифры. Дальше собираем второй слой. Вижу такое ребро. Оно, понятно, должно быть сверху. На втором слое ему не место. Таким символом совпадает. Нам нужны ребра без него. Вот это сюда можно поставить. А вот эти все-таки красные и зеленые точки, а здесь черные. Может немного смущать, но они все вместе. Делаем стандартный алгоритм. Подошло. Подошло. Надеюсь. Надеюсь. Дальше. Что у нас есть? Вот такой. Есть. Здесь сверху точки. Значит, сюда. Вот я уже раз третий или четвертый собираю, вращается уже кубик получше. Ну, как неплохая палатка. Естественно, без магнитов. Но это коллекционная головоломка. Дальше. Дальше. Вот это сюда. Вот это здесь неправильный стоит. Его нужно. А, вот как раз этот элемент сюда пойдет. Так. Ну, вроде второй слой собран. Дальше. Ну, здесь легко ориентировать верхний слой. Это у нас палка. Делаем фронт-клипав фронт-штрих. И вся грань сразу собралась. Видимо, это была буква Т. Я не обратил внимания. Дальше можно либо сделать пилы, либо отдельно ребра, отдельно углы. Ну, здесь мы видим. Три элемента стоят правильно. И два. Вместе блок. Это у нас. Сейчас продемонстрируем на обычном кубике. Комбинация под названием лямбда. Можно ее сразу дособрать. Ну, либо по методу для начинающих. Из такого положения сделать алгоритм для перестановки ребер. Давайте лямбды соберем. А я не угадал. Или я не лямбду сделал. Ну, а значит, пришла пора сделать два алгоритма. Ребро на месте. Какой-то не тот алгоритм, видимо, сделал. Так, вот эти два ребра на месте. Располагаем их сзади и слева. Делаем алгоритм из метод для начинающих. Все ребра по местам. Кто увидел, посмотрите, какой алгоритм я сделал вместо лямбды. И почему я ошибся. Так. Ну, вот этот угол стоит на месте. А вот эти три нужно поменять. Можем не разбираться. Просто прокрутить любой. Ну, и он помог. В итоге, вот, кубик в собранном состоянии. Также здесь может возникнуть вот такая ситуация, где вот этот символ развернут на 180 градусов. Ну, лечится либо двумя тепермами, либо комбинацией RU и R'U повторить пять раз. Давайте делаем два теперма. Мы видим вот эти вот острие направлены вверх. У всех элементов. А у центра вниз. Делаем теперм. Один раз. И второй раз. Ну, головоломка позволяет вращать быстро. В общем, собирается ровно так же, как 3х3, но нужно следить за ориентацией центров. Либо сразу их ставить правильно, либо разворачивать после сборки креста. Как на большинстве шимпонов 3х3. Коллекционная головоломка. Для красоты, для эстетики, ну, для коллекции в большей степени. Я их купил два, потому что они стоили очень дешево. Вероятно, такие можно найти где-нибудь в местах, где продаются сувениры. Я уже видел Маджонг Куб 4х4. Покупать я его не буду. Особой ценности в них нет. Вот так вот. Для коллекции. Пара экземплярчиков у меня есть. Ну, а на этом все. Всем спасибо. Всем пока.